Каждого абитуриента интересует вопрос, где и кем я буду работать, получив диплом? Ответить на этот вопрос мы попросим Руслана Чекмякова. Руслан расскажет о перспективах трудоустройства наших выпускников и о востребованности наших специалистов. Пожалуйста, Руслан. Всем привет! Меня зовут Руслан Чекмяков, являюсь сотрудником компании «Ребематика», также являюсь выпускником кафедры электроснабжения промышленных предприятий факультета энергетики и электротехники, как он сейчас называется. Я бы хотел вам рассказать о том, какие перспективы у вас ожидают по завершению университета, как вас ждут. А ждут действительно очень горячо и с большим спросом, потому что действительно со второго курса, забегая вперед, могу сказать, что все студенты, часть студентов уже трудоустроены. Тут трудоустроены они именно на вот этих предприятиях, которые введены на сегодняшний день в электротехнический кластер, как Владимир Геннадьевич Ковалев сказал. На сегодняшний день это уже 29 участников кластера, 21 предприятие из которых это непосредственно в электротехнической отрасли. Это и малые, и средние, и крупные предприятия. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день это более 15 тысяч человек задействовано в этом производстве. И выпускаемая доля продукции этих предприятий, она достигает на российском рынке до 40%. Это очень-очень внушительная цифра. Помимо этого, мы на сегодняшний день составляем очень успешную конкуренцию западным компаниям, европейским компаниям аналогичного профиля, которые зашли на российский рынок чуть раньше нас. Говоря про географию поставок продукции кластера, можно просто посмотреть на этот слайд. Это не только Россия и страны СНС, это уже страны ближнего и дальнего зарубежья. Для вас, как для будущих сотрудников компании кластера, это означает, что вы можете посетить эти страны по служебным командировкам, как менеджеры по продажам, либо как наладчики этого оборудования, которое будет туда установлено, либо как сервис-менеджеры, либо как проектировать, который будет делать проект. В этом плане перед вами предоставляются огромные возможности вывода. На этом слайде представлена кратко продукция, которая выпускается участниками кластера. Я понимаю, что для вас это все просто железяки, но поверьте на слово, это на сегодняшний день не просто железо, но и программное обеспечение, и очень-очень современное средство автоматизации, которое позволяет управлять объектами энергетики, начиная от производства электроэнеразии, ее распределения и потребления на всех ее этапах, во всех участках. И обеспечивает надежное электроснабжение и домов, и жилых, и предприятий. И все это разработано и выпускается в Чебоксарах, я подчеркиваю. Какие условия предоставляет наша компания для выпускников, для учащихся по этому профильному направлению? Компания «Релематика» основана в 2001 году, в следующем году уже будет 20 лет нашему предприятию, и мы компания полного цикла. То есть мы не просто что-то производим, а мы разрабатываем, производим, отгружаем, сопровождаем на протяжении всего жизненного цикла. И могу отметить просто, как по качеству еще одной цифры, что мы дали первыми гарантию 10 лет на свои изделия, и сейчас даем возможность расширения гарантии до 25 лет. Ни одна другая отрасль, в принципе, не дает таких вот высоких гарантий на свою выпускаемую продукцию, не говоря уже и о западных или европейских компаниях. То есть мы уверены в своей продукции. Благодаря чему мы это делаем? Благодаря тому, что мы ориентированы на самых крупнейших заказчиков нашей страны. Это электростевой комплекс, нефтегазовый комплекс, генерирующий комплекс. Это то, что мы ежегодно выделяем огромную сумму денег на развитие, на разработки внутренней. То есть порядка 5%, что соответствует от выручки, что соответствует мировым стандартам. Это учебный центр, собственный лицензированный, который позволяет и сотрудников обучать внутренних, и заказчиков своих. И очень высокотехнологичное производство, совершенно не уступающее мировым стандартам и нашим мировым конкурентам. Все это позволяет нам в скопе разрабатывать и производить надежные релейно-защитные оборудования. Говоря о численности сотрудников, и вот здесь представлено процентное соотношение по разделению на категории, здесь просто хочется отметить о том, что неважно, мужского, женского пола, с какими притязаниями, какими направлениями, либо интересами вы готовы стать инженером, вы себя найдете абсолютно точно. Потому что если хотите что-то разрабатывать, есть для этого возможность. Если хотите есть тяга к железу, можете стать наладчиком. Вы любите более кропотливую работу, либо, например, женского пола, где требуется очень кропотливый труд. У нас очень много проектировщиков и конструкторов именно женского пола. Если любите общаться, то, пожалуйста, вам дорога в техмаркетинг, либо в продажу. То есть на любом направлении вы себя найдете. И мы это подтверждаем в том числе уже не одним десятком кандидатов наук, которые подготовили, и их кураторам, докторам наук. Причем хочу отметить, что кандидатами наук ребята становятся буквально в 20 с небольшим по моменту окончания университета. Они поступают в респирантуру. И зачастую их разработками являются конечные изделия, которые будут ложатся в серию на предприятии. Это очень важно. И эксплуатируется на габет. Говоря о преимуществах работы в компании «Глематика» или в любом другом предприятии «Кластеры», это прежде всего абсолютно открытая белая зарплата, соцпакет, это гарантия трудоустройства. И при этом средняя зарплата, это не секрет, она действительно в два раза превышает средний показатель к Чувашской Республике. То есть уровень достатка у сотрудников компании, он очень-очень на достойном уровне. При этом сотрудники обеспечены и занятиями в спортзалах, и посещают бесплатные бассейны. Постоянно проводятся какие-то мероприятия. То есть эти традиции, которые в университете зарождаются, они перерастают дальше и дальше. Конечно же, это нельзя сделать без полноценного обеспечения рабочих мест. То есть мы тут работаем самым современным оборудованием. Это и оргтехника, и мебель, и, конечно же, испытательное оборудование. То есть всем необходимым оснащено производство и предприятие. И есть все для того, чтобы вы искали себя, находили свой путь, реализовывали себя в будущем предприятии. Таким образом, востребованность профессии инженера, она действительно на очень высоком уровне, потому что только у нас это более 60% сотрудников. Если говорить в целом о предприятиях, то очень высокая конкуренция. За всех студентов начинается борьба, начиная со второго курса, и неработающих студентов фактически не остается. Где получить эту специальность? Специальность инженера, энергетика, релещика. От себя лично, от нашей компании я могу бы вас заверить в том, что это можно и нужно сделать в столице релестроения города Чебоксары и в нашем профильном университете Чебу. Потому что лучшие энергетики выпускаются именно здесь. Я приглашаю всех абитуриентов, тормошите своих учителей, приходите на экскурсии на предприятие Кластера. Убедитесь в этом сами, своими глазами. Всем удачи! Спасибо, Руслан, за интересный ответ. То есть мы можем сделать вывод о том, что ребята, еще не получив диплом, начиная со второго курса, могут трудоустроиться на предприятие? Это абсолютно нормальная практика, когда абитуриенты начинают работать со второго, с третьего курса. Ну, то есть по мере, скажем так, своей готовности. Я сам, начиная со второго курса, уже начал свою трудовую деятельность. И очень-очень многие мои однокурсники также. Спасибо. Следующий вопрос спрашивает Матвей. Какую зарплату получает начинающий инженер-электротехник Руслан? Матвей, пожалуйста, расскажите, сколько же может получить выпускник? Значит, смотрите, все зависит действительно, как ребята говорили, от ставки. То есть мы будем говорить образно про ставку, но студенты на ставку не работают. Они работают на четверть, либо на половину. Если мы говорим про студента, который работает до получения степени бакалавра, то есть до окончания четвертого курса, то эта сумма, если мы говорим про ставку, в пределах где-то, наверное, 20 тысяч рублей. После получения степени бакалавра, это уже от 20, и тут уже начинается такой индивидуальный момент, все зависит от навыков конкретного студента. И хочу также отметить о том, что вообще коммерческий вопрос, он всегда очень индивидуальный. Тут все зависит от навыков. Кто-то к моменту завершения вуза уже готов написать кандидатскую работу и изобрести новое устройство. Поэтому для них, конечно, всегда индивидуальные условия. Но средняя линейка такая. До окончания четвертого курса это где-то в пределах 20 тысяч рублей. По завершению это уже от 20 и выше. По завершению магистратуры, я имею в виду. После завершения магистратуры, тут уже все зависит действительно от вас. Продавцы, менеджеры по продажам, они в этом плане вообще не ограничены. Спасибо, Руслан. Так, ну и следующий вопрос. Александр Данилов интересуется, как можно записаться на экскурсию на предприятие. На экскурсию на предприятие можно записаться, обратившись в наш центр профориентации университета. Также непосредственно на факультет. Мы вас запишем. Или прямо на предприятии, ресурсный центр, вам подскажут, как это можно организовать. Причем это можно сделать классом или группой учащихся. Следующий вопрос Руслану Анастасия задает. В регионе существует проблема утечки высокобальных выпускников. Это не только негативно сказывается на общем уровне высшего образования, но и усложняет комплектование коллективов перспективными специалистами. Скажите, могут ли предприятия Чувашии рассмотреть мотивирующие меры поддержки своих сотрудников, чьи дети выбирают вузы республики? Я согласен с тем, что проблема действительно такая есть. И она состоит здесь как бы из двух частей, как два конца палки. Первое – это предприятие. У нас действительно есть такая практика о том, что предприятие «Кластер», о том, что если есть возможность и соответствие данного абитуриента, либо магистранта, есть понятие целевое направление. Вот по ним уже можно непосредственно поступить на бюджетной основе. А второй конец этой палки – это все-таки количество квот бюджетных мест. И здесь, я думаю, Владимир Геннадьевич меня поддержит или дополнит о том, что буквально на днях вышло постановление о беневационном развитии Чувашской республики, где за подписью премьер-министра Российской Федерации утверждена программа развития Чувашской республики, и в том числе выделение дополнительных мест бюджетных для Чувашского государственного университета и для направления энергетики и электротехники. Можно добавить немножко. Я считаю, что здесь еще есть один аспект. Вот то, что у нас качество подготовки не хуже, чем в ведущих энергетических вузах страны – это однозначно. Кроме этого, наши ребята побеждали на конференциях, научных конференциях, энергетик глазами молодых, которые проводит международная организация СИГРЭ. А вот стереотип пока такой, что московские вузы – они самые лучшие. Но не по всем специальностям. Не по всем специальностям. Как раз пришел вопрос следующий. Здравствуйте. Я студент третьего курса МИИ, кафедры РЗ и АС. Сам я из города Чебоксара, и у меня такой вопрос. Что нужно мне сделать, чтобы попасть на практику в аралиматику? Перед каждой практикой, ознакомительной, производственной, преддипломной, они получают своего рода пакет документов, как вызов от предприятия. Достаточно с этими документами обратиться на любое предприятие. Я уверен, что мы будем заинтересованы в его привлечении на практику и на последующие трудоустройства. Спасибо.